В МП, Игнать Тихонович, вы сами расписались в том, что в МП ничего бы не сделали бы, а все разрушили бы. Ну и вот и люди ничего и не могут в МП сделать. Вы выхода нигде не ищете. Вот конкретно, я разговариваю с ним, а вы знаете, что в стране 3 миллиона беспризорных детей, там то другое, и дети в школах ничего не знают, слышал. А что вы для этого делаете? Делаете, а что я могу сделать? А просто всех одинаково, потому что друг друга не знают. А что я могу сделать? Я разговариваю нигде, так краевая администрация с губернатором, с мэром города. А что я могу сделать одинаково? Я никогда, ни разу такой вопрос не ставил. Да ничего нельзя сделать, я отвечаю одной фразой. Да ничего еще не делали. Дети. Дети в чем нуждаются? В росте, в духовном и телесном. Ты не можешь, а что я сделаю? Я никогда так вопрос не ставил. Я просто начинаю заниматься. И ко мне ехали, ко мне ехали. Одесса. Так, они рядом. Там с Прибалтики, откуда не было. Приезжали из Бразилии, из Канады. А я кто такой? Профессора психологии приезжают. Кого только нету, да? Нападали в 98-й год 15 краевых комиссий, но все отбили. Понимаете, это глава администрации района против прокуратуры тут. И Бог так сделал. Они ничего не могли сделать. Я подал в суд и выиграл все данного процесса. Что делать? Я не теоретик, практик. Я знаю, что всемогущий Бог. И я во имя Его делаю. Иисуса Христа. Не два Бога, а один. По святой Троице Бог. Вот в любой вопрос, который начинает, а вы знаете, столько сектантов, все одолели, православие, ничего не знает. Знаю. Что сделают? А что сделаешь, когда ты их тысячи, сект разных-то? Я никогда так вопрос не ставил. Вот конкретно моя комната. И в этой комнате приходят, тащили сектанты, проповедники. Но я спрошу теперь, да какой сам сектант? Если бы сектант, тогда бы как-то увидели. Я причащаюсь, и у меня характеристика от разных митрополитов, от Италия, от Сергия, который сейчас и войненько в Алтайском крае. У меня не выявлено ни догматических, ни канонических нарушений, искажений. Под запретом не состою, под эпидемией. Вот это ответ уже митрополит. И не надо конкретно, то есть я свободно в это воскресенье причащаюсь. Им надо обозвать, как-то они меня не трогают. Ну, обозви хоть горшком, только в пищу толкай. Хочу руном. Что нужно делать? Работать с ними. Вот у меня второй том открытым оком, противосектантский том. Ну и что? Ничего. Возьми у нас, начиная вот, умерла она, баптистская семья пришла. Все стали православными. Вот Алектина пришла. Две дочери. Одна за диаком, другая за священником. Священник известный. Михаил Фаст. Город Томск. Вот плоды где? Вот видите у нас. Это Алектинин сын. Так это разве один, а в других-то городах сколько таких? Возьми сколько там в Одессе пришло. Но я где бы ни был, везде свет оставлю. Ах. До кого всех не обратили? Задачу мне не ставил Бог всех. Но послал свидетельствовать. У меня евреи, мусульмане. Ну еще, смотри, как ощущение принимал Едра. Это даже не русский человек. А там у него есть месть, и туркмены, и татары. Все. Дальше. Заключенных столько. Я работаю с заключенными. И в этой тюрьме, где я работал, ни разу не было захвата заложников. Вот еще он говорит. Ни одного побега за это время не было. Я иду по камерам беседы, они меня слушают. Почему? Зэк. Я каторжик. Я смотрю на него и понимаю, что он сейчас хотел бы делать, сказать. И правила, которые мне ставит Гуин, что там где-то не выносить письмо другое, я ни разу не нарушил. Он сумел мне письмо так минутку. Я письмо возьму, ты кого-то отдай стражнику сначала. А он и даст полетать в дело. Там проверят, а мне отдадут. Я сразу пойду к прокурору края, по правам человека, комиссии где-то. Я ходатайствую. И у них сразу появляется мыло, которого не было, одежда. И мы сами собираемся. Помогаем. Я в один день, в один раз 56 динамиков занес. Затисываю, выступаю, а 3700 преступников слушают. Я практик. Просто маленький практик. Вот в моей семье приходят, приехал. Обратился я еврей, стал священником. Я говорю так. Пусть бы я не священник. Через каждого священника. А их не два, не три сегодня. Обратился бы один еврей. Дело изменилось бы. Я отвечаю. Да что, евреи все захватили. Я ничего не отрицаю, еще раз говорю. Да что, бороться надо все время? Конечно надо. Вот видите, вы согласны. Значит, я тоже иду о пол. А почему вы решили? Да и бороться. А почему вы в мое оружие не посмотрели? А без оружия, как его сражается? А какое оружие? Любовь. Я ему оказываю любовь. Я должен показать, что со Христом лучше, чем без Христа. Вот мусульмане, голову там лежат, взрывают поезда, метро. Ну, если это так, я не могу отрицать. Но с ними надо бороться. А как? Оружие одно, любовь. Ты сам это видел. Вот земля заброшенная, 21 тысяча селений. Вот мы подали заявление, его не принимали. Потом в Белом доме батюшка был. Наконец все, получили статус описальный. С занесением на карту Потеряевку. Из страсти указательного Потеряевку. Ну, пускай 21 тысяча людей-то православных-то есть. Ну, начните, православное поселение. Не пить, не курить, не материться, не воровать. Не лгать. Это что-то значит? Нигде нет. Вот они, сутарами, и на этой идее. Все они знают, все знает их патриарх. Все их слушают, перед ними на животе ползают. А ничего нету. Конкретно ничего нету. А наш епископ приехал, когда Масейдич Антоний. Вернулся и говорит, да я, говорит, разговаривал с патриархом Алексеем Вторым. А он спросил, а какие, говорит, у вас отношения с Игнатьевом Лавкиным? Я вот так, так и спросил. Ну, что он сказал? А? Что он сказал? Ну, что сказал? Сказал, что сказал, это другое дело. Сказал, хорошее отношение. Очень хорошее. Что скажет он, если хорошее? Сейчас спроси митрополита Сергея, спросит патриарх. Он скажет, имеют полное общение через нашу... Мы их слушаем, поминаем патриарха. Это видел. Боже, что ничего и не надо. Меня патриархия-то фактически никак не трогает сейчас. Нету. А вот народ необразованный. Ну и что необразованный? Я только в одном университете 18 лет. Веду занятия, несу литературу. Я ни одну библиотеку создал. Почему? Бог это сделал. Бог. Он хвалится. Хвалящийся свалить Господом. Вот я выступаю. Будущее русской эмиграции. В Жарновиле. В монастыре. А там и китайцы, и корейцы, и кого-то их нету. Только в высшем отбор один подошел. Иосиф Дегранде. Фамилия. Джозеф. А можно я вам чек выпишу? Я сейчас могу ошибиться. 5 или 6 тысяч долларов сразу выписал. Я бы даже после этого сколько не искал и не мог нигде найти. Он хотел побывать здесь. Как исчез, и нигде нету. Ну пусть кто-нибудь расскажет такое. Какая у меня грамота от митрополита Виталий. Видел? Благословляю всю всестороннюю проповедь. Митрополитам Виталиям. Митрополит Виталий, это не митрополит Сергий Строгородский. Ну что вы сделали? Ну образуйте одну деревню. Одну общую. А почему не получается? Чтобы действовали канонические правила. Чтобы эпидемия была за все это. Вот он на дыре выпил, а два года стоит. Два года. Михаил опился, а два года стоит. В притворе. Где это есть? Покажите. А у вас было, что женщина там изменяла мужу? Было. Был один случай. И что? Семь лет она стояла заберемен. А священники говорят, да если я сейчас включу каноны, так по канону меня самому надо выйти. Я говорю, сделай милость. Сохраните хоть одну цирку. Выйди. Не заходи больше в храм. А так никого не будет. Мы так не ставили вопрос. Святые отцы установили. Движимые Духом Святым. Они называются, вторая глава 6-го Северненского собора, трубы Духа Святого. Изрекли. И по ним говорят, так я в пяти университетах, по милости Божьей, вел занятия. А у меня ни грамоты, ничего на это нет. Три радиопрограммы регулярные, одна онлайн была. Это что? Так ну вы делайте. А они только на меня гвоздают. Это очень проще. Сдача я не дам. И при том он героем выглядит. Хорохорится. А ты там покажи. Ты там. Выйди с ними вместе. Пусть кто-нибудь там, кто там гостя парит, кто покажет, как они работают. Я говорю о хороших людях. Алфеева возьму, патриарх Кирилла. Пусть они покажут, как они работают. Я с детьми плаваю, купаюсь. Сижу за одним столом. Веду беседы. Лагерь образованный. И все это открыто. Все. Вчера только сколько мы записали. Сегодня мы кололи, показали. Я с голубями вожусь. Их нигде нет. Он под часами сидит. И все. И так и называется. Под часами. Они никакие. Они не умеют работать. Зачем бы я брался за составлением симфонии на неканонической книге? За тем, что все, какие только были, я их изучил. Все до одной составлены непрофессионально. Да вы такую миссию на себя берете. Мне не надо брать ее. Она на меня надета, как береги. Я тут же легко доказываю, почему она непрофессиональна. Трудно искать. Неполное. Я сажусь на составление симфонии на неканонической книге. Я не стараюсь зайти в такое, где там было. Не на чужом сеять. Совершенно независимо составляю. Конечно, большую роль оказал Виктор Петеримов. Когда программа. Саша Забуляев. Очень трудно было. А когда не было интернета, я на 5 книг уже составил. Вручную. Вы нигде не увидите такой картины, которую я бы представляла. Вот я еду. Электричка. Тут только деревянное кресло. Ну, это скамейка. Наклониться и все. Я захожу. Смотрю, где пустые места. Чтобы... Вот я сижу здесь скамейка. Она против меня. И здесь напротив. Я все 4 скамейки занимаю. Один. Раскладываю листы. Листы, которые... Большие печатные листы. А4, кажется, называется. 475 листов. Один за другом маленько выглядывают. Я еду в Электричке. У меня пересадка будет в Черепан. Одно на Сибирском. Но я работаю здесь. Теперь каждое слово точно валпара. И какая буква за какое идет до конца. В каждом этом слове. И какая книга идет. И составил. Надпечатал. И распространил. Ну, кто этим занимался? Одного на один человек. Одного. Не здесь, а во всей вселенной. От Адамовой идеи. Да никому это не надо. Почему я люблю Библию? А их неканоническое такое нет нигде. И вот и теперь она есть. Ее выписывают. Да не по одной. 100 экземпляров я сразу подарил библейскому обществу. Они приехали, я им подарил 100. Подарил бесплатно. Работать надо. Понимаешь, у меня перспективы нет. Первый том открытым оком. У меня даже не стоит цифра. Один первый том. Он один был бы всего. Один. Мне говорят, это надо изобразить в книгах. Я говорю, у меня это материал. Нет, это не то. Меня побуждает. И кто? Старобрядцы пришли. На занятия в университет. А вы это хотите издать? А как? Ну, книга. А кто будет редактировать? А кто будет верстать? Что такое верстать? Слова даже не знаю. До газеты перегибаются, там исчезает. Это не книга. А я на газетке ссылаюсь, с которой она выходит. Материал у меня. Университетский. И наконец я издаю. И получилось не один том, а второй. Каждый том 752 страницы. И всего 33 вышло тома. А я едва думал об одном. То есть я совершенно не ориентируюсь в обстановке. Но не знаю ничего. Вопросы, которые мне задавали в разных университетах, школах, во всех отделах милиции. А чтобы милицию преподавать, заниматься 5 отделов районных. Городская, 6 и Краевая. Там все разные люди. А они меня избрали. Милиция, не я. Почему? Потому что видели, слышали. И не один год я веду у них занятия. За мной приезжают машины. Покажите в Советском Союзе, где это было. А еще без советской власти. Воинские части. Все в окрестностях, может, до Урала где-то. Принадлежат мне. Меня возят везде. Я выступаю перед ними. Они арендуют. Или как там, кинотеатр полный. И в Барнауле. Одного покажите. Синяева там, Осипова. У него готовые студенты. Он сидит перед ними. Выкаболивает. Притом ни на один вопрос не было, чтобы я не ответил. Какой бы провокационного он не был. Меня приглашает Академ Городов в Новосибирске. Это одни воспоминания. И вы везде успевали, да. Так это еще 13 школ. Школ. Все техникуме. Все заводы. Все фабрики. Прокуратура-то. Везде ведут занятия. Это невозможно. Знаю, невозможно. Но переди. Моя щитюнь, малыгеря. Это невозможно. Возможно, я живой все еще хожу. А эти, которые крикунем, у них ничего нет. Любая область, которая тревожит меня, я в нее стараюсь вникнуть, смотреть. Вот был Никита. Сейчас говорят, а, Виталий-то этот, а это второй Никита. Второй Никита. Ему надо такое. Он вампир. Я вампир. Он энергетику с них снимает. Вот. Энергетика ваша. Когда ты рот закрыть не можешь. Слюни по бороде. Мне не годится это. А я ему ни одному нигде не отвечаю. Ни одному. Вчера была на меня супер атака. Около 30 роликов подверглись бешеной атаке. Больше, ну, может, 150 только отзывов дурных. За один день. Ну, пусть Осипов покажет или Путин. Так у него помощника, аппарат президента. У меня никого нету. Я один работаю здесь. В этих вопросах. Там ставят, закачивают, оплатить. Там другие у нас. Где-то 12 человек работает так. Прямо и время от времени. Игнатьевич. Вот когда вы все вот это вот, многогранные, так сказать, раскрыли стороны вашей деятельности, так простой человек слушает это и ужасается, и понимает, что это не под силу. Значит, Бог есть. Не под силу. Так это одно дело, что я рассказываю. Ты возьми миссионерскую поездку. Отдал он для столько дойти. И дальше пересекать границу до Лиссабона. Неоднократно. Три раза только с дальней зарубежья. Дальше проникаем на Скандинавию и идем. Прибалтика, Север. 120 тысяч километров. И везде дарил 600 библиотек. Подарил полный комплект книг. Примерно сколько я посчитал на 30-35 миллионов. Ничего не имея. Возможно это сделать кому-то? А что он поедет? С чем он пойдет? Евангелие, которое красное, да книги, он копейки не вложил. А я брал Евангелие, да я платил еще за них. Раздавали только в окрестностях 30 тысяч. Раздали. Не просто раздали, а мы по домам ходили. Людей на стадион собираем. Клубы, дома, как называют там, культуры. Почему? Бог. Во всем виден Бог. Вы хвалитесь? Конечно хвалюсь. Написано хвалящийся хвалить Господу, что знает Господа. Я знаю, сейчас нападает там, кто другой убрать. Ну покажите мне один музей для бедных лагерей, как назвать. Один. А для чего? Я показал для чего. Три миллиона дистанционных. И как можно их обиходить? Ну это масштабно. По всей стране, да? По всей стране. И вы могли бы сделать? Не знаю. Но я... У меня опыта никакого нет в этом вопросе распространения. Но я вижу так. Если я смог, сможешь и ты. Лидер. Главный должен быть лидер. Это знакомство Бог даст. И заводы. Я тебе рассказываю. Лодки у меня плавайте на одном. У меня четыре лодки. РТИ. Хромов Антоний Петрович, директор. И как он помогал. А сейчас другой. Вот Сергей Павлович меня возил. Я искал всех этих людей. Директоров. Заводов. Ко мне помогал. Я говорю. Я несказанно разбогател. Как инотенции сибиряков. Как книгами. А книги как издать? Никак. В общей сложности. Примерно на сегодня переиздать. Как я вот издал. 50 миллионов нужно. А у меня пенсия 7 тысяч. А тогда было там полторы тысячи. Как? Не знаю. Я не могу ответить на эти вопросы. Бог мой. Бог везде и всюду. Игнатий Игоревич. А как вы думаете. Почему ни у кого не получается? А почему Серафим Саровский так ответил? Почему? Мы начинаем. Не получается. У тебя получилось. Он ответил одним словом. Решимость? Решимости не хватает. Я пошел. Все. Дверь закрыта. Не сына воспитывать. Не жену возвращать. Все кончилось. А что из этого будет? Дальше будет видно. Они устанут. Бегать за мной. Стихотворение у меня есть. Которое ты знаешь. Пример к себе своим воображением. Я с Моисеем на своей вершине. А зачем Моисеем на вершину залез? Посмотреть на землю и умереть. И умереть. Последняя вершина, которая ему была. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками. С биноклями. В машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Пусть кто-нибудь покажет фильм, чтобы он назывался «Златоуст из Москвы», «Златоуст из другого города». А «Златоуст из Потеревки» есть фильм. Притом названия я не давал. Не звал никого. И не просто так. А фильм занимает первое место в России среди документальных фильмов о православии, не о сектанте. А почему на вас так нападают? Потому что дело непростое и велика награда. Когда будут вас поносить. Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. В одном баптистском собрании примерно 450 человек. Меня привезли туда выступить. И после моего выступления пресс-митер встал. Я выражу мнение всех людей. Я вас знаю. Мы готовы сегодня перейти в православие. Пусть Осипов покажет это. Я говорю о хороших людях. Алпеев пусть это покажет. Дмитрий Смирнов. Олег Стеняев. Конкретно. А почему слезы? Пусть они выпросят у Бога этот дар. И живут в нищете. У меня фактически, Бог так сделал. Минимальная пенсия. А у меня все есть. И этой минимальной пенсии я не пользуюсь. И надо добавить. Я не пользуюсь ею. А у меня все есть. Ты должен беречь себя. Ты государственное имущество. Один человек другому сказал. Кто это сказал? Вилл. Вилл. Там Лунощарскому кому. Должен беречь себя. Ты государственное. Я Христов. А Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Их не смущает ничто. А вы считайте Евангелие. Я знаю даже вот то, что говорим. Тут сколько будут. А они не знают как. Я грешный, супер грешный, архи грешный. И кого это может привлечь? Вчера грешный, позавчера грешный. Мы освобождены. Верующий Сын Божий не может грешить? Не может. Ему это противно все. Это каждый день. Каждую ночь. С плащником идет одна жизнь. Мой бег. Я не хожу шагом. Это сейчас уже не могу. Так что меня спрашивали железнодорожники, которые живут рядом. Слушай, а ты шагом умеешь ходить? Они не видели меня идущего шагом. Мой бег. Мое убежище с Давидом. За мной доик. А убежище? Что такое доик? Убежище пещеры. За мной доик. Бешеный Саул. Они разведали, что я имею мед, акриды. А штаб-квартира избран Барнаул. Не Томск, не Омск. По шахтам, гротам, по лагам отвалов исследуют следы святых, о ком я насчитал. Почему никто не распространял жития святых крестьянской власти? Не насчитал. Никто. Это миссия моя. Златоустой. Никто не насчитал. Во всем мире. Не только. Это бери, читай, микрофон, видео не было. Почему? Я спрашиваю. Почему? Почему эта миссия на меня бегла? Потому что я это чувствовал. Это надо. Народ не знает. Книга правил мной насчитана. 50 почти книг. И живу 12,8 квадратных метров. Тут и мастерская, жена, счет тапочки, то другое. Тут у меня в том студии 15 магнитофонов. Ежедневное собрание людей, как Павел говорит, в течение. А я ничего не имею. И когда об этом говорю, это привлекает? Да, это привлекает. Привлекает. Мне пишут, где-то за тысячелетия, говорит, одного Бог избирает, чтобы столько вручить. А другой не понимает. А почему у меня много нападок? Сатана. Он же это видит. Поражу пастыря, рассеется в обстреле. Да, я вчера один написал. Вы, наконец, доиграетесь тут. Я сейчас 60 человек беру, приезжаю, мы поселяемся, получаем землю. Мы вам подведем итог. Конкретно, четко, ясно, 60. А когда Роман буйствовал здесь, заканит, такой-то там ли, там, хи подписывает. Давай, Роман, давай. Мы кто? Самый главный тот-то будет. Мы с Ребрихи подводим тут войска. Скорчено. И вдруг все скорчилось, нигде ничего нет. И нету. Исчезло навсегда. Все. Скинули, никого нет. И все стерло, и ушло. Понимаешь? Я прошел по земле с милостью Божией. Они боятся слова якода, говорю. Я. И не надо бояться. Апостол говорит. Я более всех потрудился. Почему не боялся этого слова? Я более был в темнице. Более там-то. Более в гонении от братьев, от уже братьев. В путях, в дорогах, везде. Зачем он перечисляет это все? Хвалится? Ну, конечно, хвалится. Он сравнивает себя с апостолами. И которые велики. Для меня ничего великого в них не было. Я Богу посвятил душу свою. И ориентир туда держу. А на меня нападает. Да вот и Игнатия Причининова ни во что ставит. Считает он нерожденный свыше. Я не побоялся это сказать и повторю. А он считает, у Серапинта там такое... Вы берите мои слова. Не вырывать из текста, а конкретно в контексте. Если вырвать, я скажу. Давид сказал Бога нет. Давид говорил нет Бога. А он почему? 13-й, 52-й псалмон. И сказал безумец. Сердце своем. Двоетоще. Нет Бога. Кто сказал-то? Они не говорят. Ну, написал Давид. И поэтому все у меня открыто. Вот он шалашил. Вот в то время о чем я говорю. Там посмотри флаг российский Сергеев подоткнул. Я его люблю. А сегодня один напал на флаг. Да вы знаете. Власов Андрей Андреевич под этим флагом сражался. Просил советской власти. И вы их поддерживаете. Ну, и другими словами. Дальше уже матерки одни идут. П, Х, Б, Р, С, О. Я говорю о том, что есть. И не боюсь сказать, что хвалюсь моим Господом. Это прямое повеление. Я не имею права скрывать. Этим умножается талант. Хвалящийся хвалить Господом, что знает Господа. И я знаю, давление не Бог терпит. И потом открывает врата. Если мы все одинаковые, зачем вы такой дар едете? Ликито, сколько просился, просился с Украины. Пять лет это время учебы в институте. Он закончил университет здесь. И теперь там начинает проповедовать, говорить уж как. Даже на работу устроился. Очень удивительно. На работу. Ну да. Но. Понимаешь, как ежедневно передо мной поприще. Что особенно об этом? Не знаю. Вот это я говорил про бумагу, как брал бумагу, наносил рюкзаками. Больше, чем до Москвы дошел. Почему никого больше не было? Не только в Барновре, нигде не было. Что бы я ни начал делать, я иду совершенно по целику. Целена. Не на засеве. Засевайте на вину. Целена. Я не выискиваю. А где кто еще не делал? Не знаю. Я вижу, люди нуждаются в этом. Начинаю работать. А как? За границей я не рвался, как сейчас. Все сейчас едут. Пусть они покажут, кого вызывали. Притом неоднократно. Вызывали. Оформили документы. Высылали. Только с ними иди. А я получал от сегодняшнего Иллариона, капрал зарубежный, от митрополита Виталия, от того и от другого. А я никто. Вообще никто. Ни званий, никаких ничтецов не было. Никто. Миринин, каторжник. А дальше едем куда-то. За рулем сидит епископ. Навстречу с баптистами. Он договаривался. Мне нужен был помощник. Очень хороший. Кирпич делать. И в Италии один изобрел, кто такое может делать. И митрополит пишет ходатайство о нас. Вот и все. Я с чего не коснусь. У меня все было такое необычное. И негде свериться. Правильно ли я делаю это? Почему? Нигде это никто не делает. И тогда я лезу туда. Возбеки истинного православия. Все данные статьи. Супер уникальные. И они все направлены против греха. И на каждой статье у меня там может миллион врагов. Я говорю, крещение без погружения нуль. Ничего нет. Как к нему готовиться? Притом моего ничего нет. Андрей Курайк в это увидел. Зачем он ко мне приезжал? Приехал. Где книги мои, тут все. Все получил. На это... Где вы в Барнауле сейчас живете? В Барнауле он был у меня, где в комнате пришел с Георгием Крайдуном. Тот священник. Бог делает это. Человеку это невозможно сделать. А так КГБ думало, не зная вот эту работу, которую называют только поездами пленок. И в Москве считали, что это несколько отделов трудится в Сибири. Разобраться. Когда полностью закончилось расследование, они мне говорят, это вы все сами делали. А ведь Москва считала несколько отделов. Москва, компетентные органы, МГБ, считали, что где-то отделы трудятся. Да, конечно, мне помогали. А что помогали-то? Не насчитывать. Пленки заклеивать там. Отвезти где-то. Это помощь, конечно. Я за ними-то сам еще ездил. Сам. Игнатий Игоревич, то есть вы понимали, что народ нуждается в том-то, в том-то. Вы сначала анализировали и видели, что есть ниша, которая и потом только делали. И что интересно, пленки изъяли, когда узнавали, что у кого-то есть, изъимали. А когда узнали, что они есть у настоятеля у епископа, архиепископа Гедеона, они не изъимали, ни у кого из них. То есть изъимали выборщины. И Бог так сделал, что большую часть пленок вернули, ну, попорченные, там, края, там, пообстригли где-то как-то, ну, 98% целого вернули. Не вернули только архиепископа Гулах, христианство 20-го мека, кажется, трагедию русской церкви. Вот три материала. Но те два материала были по две пленки. Как расстреливали, как патриарха мощили, как все. А, ну, Регерсон, Леолеп написал, да, благодаря ему, Краснов Левитин, шесть сроков отсидел, православный историк. Благодаря ему я всегда на ком-то опираюсь. Я это не мог расследовать, ни материалов не знаю. А вот материал любой, я указываю, откуда я взял, я в степени присваиваю. А вот уже слепейте, связующие слова, тут мое. И вы не борялись. Вот я спрашиваю, на суде, о которой люди были, когда я вернулся, реабилитировал, разговор зашел, я говорю, вы были все, процесс весь, я каждый день был, говорит. Я говорю, и как со стороны смотрелся я, увы, как вы мужественно вели себя, как вы власти обрещали и КГБ, и Компартии, и Ленина. Вот я говорю, так, да, это видно было. Я говорю, а вы не знаете, внутри у меня все трепетало и дрожало, я так боялся. А Господь судит за дело, а не за то, что внутри у меня, ну, боялся я. За это не будет порисать, это естественно. Но минует меня сейчас, если я это, страх, еще нет. Я не скрываю, а все вы так и думали, а мне не надо, чтобы вы думали, я хочу, чтобы правда сияла. Я там-то вот так поступил. А теперь я смотрю, выход был еще лучший. Так зачем вы говорите это? За тем, чтобы учились. Меня именно ругают со всех сторон. Вот потеряет никакая, но уряд ли система у меня опубликована. Да кто туда поедет, когда у вас такое творится? А чего у нас такое творится? Вот у меня родной брат пил здесь. Вот собрание прошло, и он вымылся отсюда. Сейчас в корочке. Павел Тихонович, вот это его добре. Никто бы не знал. Да никто не знал. Я уважаю своих слушателей, читателей. Я опубликую все абсолютно. Все. Где у меня не согласен батюшка с обеакимом, беседа, и все выставлено. Понимаешь как? А вышли как выборщины. А кто вас опущил? Святая Библия. Она могла бы показать, что лод в гору ушел, потом вышел, и все. А то дочери, он с ними спит. Дети рождаются, и кто им, отец или дед? Он одновременно и отцом является, и дедом. Так? Ну, потому что с дочерями было. В Библии могла бы молчать о Давиде где-то, что он, имея столько жон, отнял последнюю овечку, которая на груди спала. Это меня притянуло. И научило. Вот у меня сегодня, на сегодняшний день, программа, как всегда. Быть здесь, выбрать момент, вырваться, удалиться, помолиться, и дальше все остальное. Я сегодня едва-едва успел прийти к семье, а в 4.40 я уже за компьютером был. Сегодня с 2.30 могу быть, но я так, кто-то позвонил, но дальше разговора не было. Но я не ответил. Сегодня ночью я вставал где-то 5 или 6 раз только. Понимаешь, что я не просто вставал. Глазами другой раз говорится, круги плывут. Ничего, благодаря настрою этому, я считаю себя абсолютно здоровым. Да, нога не дает пошивку, но это и какая болезнь. Ну, пора уже, и холод, и голод, и битье, и битье, и все было. По сегодняшний день я пищу пиваю, у меня живот не болит. А если пищевод работает, и ничего не болит, я могу съесть и опростаться от этой пищи безболезненно. Но не как Аристотель, а Анастас, миллиардер, спросили, какая самая большая нужда. Он говорит, на правильность безболезненно, на рак прямой кишки. У меня нет, хотя признаки могли быть, потому что такие были у меня операции тяжеленные. И я каждый день пользуюсь святой водой. Встал, первым делал, вот уже 4-5 год, глаз болит. И на лекарства дают, я не даю каплющи, не капаю. Сразу святой водой я протер, потом подхожу, у меня чистая простынь, простынью протер. Или висит, если шторка, шторка протер, и все. Игнатих Игоревич, почему сейчас община ваша в Баннауле, ну и здесь тоже, не перерастает так, как раньше? Можно сказать, вообще, она остановилась приращении новых людей. Причина одна. Причина медведя, три только одна. И виной в этом я. Главное, моя вина. Мы сказали, после даже объединения, как считают было, что московская патриархия благодатная. Вот человек понимает, тут надо делать, поститься, а там ничего не делать, он туда переходит. С легкостью туда сваливается. Все, восторгаться за это время, никто не перешел никуда. Почему? Ты еретик, переходи к нам. Все еретики, ни один никуда. Он как сидел, замшел и пей. С зеленой бородой. С капустой квашеной в бороде. Такой и остался. А мы все время говорим, можно ходить к баптистам, слушать это. Мы теряем людей. Но у нас везде свободно. Такое свободно, как у нас, я просто нигде не знаю больше. К адвентистам. Литературу свидетелей Ивову мы раздаем считать. Понимаете? Когда любой ученик трясется, чтобы сжечь, они говорят, нет, там много хорошего. Это люди очень хорошие, но Бога не знают. Бога, Христа, Спасителя. Им надо говорить. Вот. Мы только к старый обрядцам, от нас ушло больше десяти человек. В патриархию свалились больше тридцати. Мы сразу теряем. Вот, сватается, батюшка благословляет, наши уходят туда. Это Бог будет судить? А куда они ушли? Община, это не царство небесное. А куда ушли? Вот, допустим, он знает. Зину Москову знаешь. Знаешь? Очень даже хорошо знает ее. Преподает в университете. И мы сразу одновременно потеряли троих. Проходит еще маленько, еще троих потеряли. Еще проходит, сразу пятерых потеряли. А, то есть у вас даже не перерачение, а наоборот будет? Наоборот будет, наоборот. И, ну, по-другому не так. А вы могли бы изменить и начать говорить, что ни греха спасения нет, только у нас? Можно. Можно. Ну, это будешь антихристом. Я на это не иду. Я говорю, спасение у католиков есть. Мне-то вообще никто православное простить не может. Да, все. Все. Понятно? А я ссылаюсь тогда на тех, на кого даже не ссылаюсь. Я говорю, посмотрите внимательно. Вот. И начинаю приводить примеры. Хотя у меня грозная статья, написаны две статьи. С человекоубийством и ложь Ватикана. Дальше. Гордость папства. Две статьи к истинному православию. Эти статьи я писал в темноте. А, хорошо, Игнатево. В больнице лежал, кому-нибудь спросите. И там деревья перед окном. А за деревьями где-то панари. И там чуть-чуть светит в палате. Ну, не видно. Бумага белая, видать, ничего нет. И в это время я написал две статьи. На счет. Вот эти. А? Вот эти. Да, вот эти статьи. В больнице. Я потом, ну, крупное я писал. Передвигаю корабляш. Я, может быть, кое-где зацеплял. Вообще ни строчки, ничего не видел. Две статьи ночью, когда в палате стонали, спали. А если вы очутитесь, ну, кораблеврушения потерпите на корабле. Да. И останется католик, священник, и вы. Да. И у него все вот эти причиндалы останутся. Ну, утварь для богослужения, для литургии. Вы причаститесь? Да. Я об этом отвечаю. Я никогда там причащаться не буду. Никогда. Но, если я буду при смерти, никого нигде нет, я причащаюсь. Я признаю их. И у грехови и армянов, у коптов, у сирийцев. Вот пять, где я могу причаститься. Православным, чтобы они бы знали, я не буду под католиков подделываться. Так видно, крестик, борода, пояс. Видно, что я православный. Православная молитва. Я был в Ватикане, подарил книги своей папе Венигдикту и Франциску. Ну? Ну, пусть. Сейчас вот эти слова, сейчас новые начнут рычать, бить. Я говорю, вот за эти слова просто все. Они сейчас начнут топать ногами. Ты добавь к этому, что, но ни один человек от нас не ушел в католики. Ни один. А из католиков в это время православие пришли из-за моих материалов. Понимаешь, я по какой грани иду? Так ты не забывай, что у меня четыре тома неопубликованных стихов по 800 страниц, где каждая строчка заполнена отверху до низу. Это все я писал карандашом. Четыре тома. Восемьде четыре тысячи и двести страниц. Три тысячи и двести страниц, а пачка продается, бумага, пятьсот. Сколько этих пачек я исписал? Не знаю. Одна страница, это один из бумаги. Ну? Еще раз говорю. Написано было, три тысячи четыреста шестьдесят семь, все которые они. Ну, один в дом вышел. Три тысячи четыреста шестьдесят семь страниц. А продается только на пятьсот. Сколько пачек я исписал? Семь. Ну, семь практически. Семь. Практически семь. Семь. А почему карандашом дешевле? И писал, и стихи исчезали. И тогда здесь была Наталья, приходит, она говорит, вы не бросайте, вы мне отдавайте черновики. Они сгодятся. И я стал сохранять. У меня много сохранено. Много. Карандашом. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений, по тридцать шесть строчек каждая. И ни одной поварки нету. Просто чистого листа пишут. У Пушкина посмотришь, там, еще, ну, двадцать раз. Кажется, восемнадцать раз Толстой только начало войны и мир переправлял где-то. Почему? Так можно, а можно так. Вот закончен, герой погиб. Но на него стали заседать. Ну, как так тогда, говорит, я сделал. Он не погиб, Шарлок Холмс, говорит, а раненый был. И дальше продолжается книга. Конан Дуэль. Ты понимаешь, что это не моя работа и не мой талант. Я любое стихотворение возьму, и оно все против меня будет идти. Люди не знают этого. Вот я тебе об этом говорю. Я пишу. Спитая Русь. Когда была святая, скажите дату, срок, и дна. Во свете Библии патетика растает. Останется вина. Война. Вина. Хватали все. От севера до юга. До порта Артура у островов. Все подгребли. Саму, тайгу и в югу. И расплодили нехрести и воров. Кто хуже нас сокровища земные? Транжиры сжет и рубят по весне. Мы опостылили от веков до ныни при Балтике, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизываясь, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир. Там добровольцев запись у нас отнять за счастье каждый раз. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни вверенное нам. Не Русь вспытая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам. От коммунистической заразы их и веры. Ты мне такое стихотворение найди хотя бы одно. Чтобы все в нем было сказано. Это настолько выше моего уровня. Я сегодня смотрю ее. А другое есть трясущий шикотан. Отдайте шикотан, и Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно, поспешим. Хрипят и лезут тати. Крестясь излишки нам, крестясь, отдать самим. Нас не осудят дети и проправлю, что мы во время бури и штормов за борт рубили мачты. Не тараном. Спасли Россию ясностью умов. Я из радости беру одни купеты только. Ты не чувствуешь, прожигающую силу какую? Да. Да, вас за эти стихи сегодня судить надо, к стенке поставить. Это сегодня они. Понимаешь, это не мое. Я вот молюсь ночью, и вдруг у меня как лента «Подай в суд на прокурора». Я сразу поехал к Игорю, к батюшке. Я молюсь и говорю, это на вождение. Это искушение может быть? Никак. И все сделано, дальше все идет. Я выпрашиваю у Бога. Но однако вы всегда потом идете за советом к людям, да? Обязательно. Без совета дело расстроится. Я иду сейчас, пошел советоваться с Веной. Иду, а Серафима все спрашивает. Княния Ниля, это друзья мои, престолелые, которые ей 92 года, молитвенники. Я сразу в интернете публикую, и там символиции сейчас спрашивают, ну как, Максим, прокурор смеляется или нет? Молитесь о благе его, не против него. Что Бог обратился, а не так, что порази его, Господи, проткни его шилом. Никогда. Я христианин. Я даже сейчас думаю, с батюшкой пойду советоваться, пригласить его на престольный праздник. Вот, Сергей, аж повалился, да? На косяк. Косящик, Сергей, почему? На косяк навалился. Вот, где косящик, имеет в виду, что что-то выдумывает, не так делает, неправильно делает. А у нас конкретно, косяк навалился. Вот так, Виталий. Представь себе, что я не забуду, когда Лева Шарин вел литературные там какие-то курсы, и я там случайно, я приехал к драматургу Розову, а там прямо рядом литературные институты, и там мне предоставили стихотворение прочитать по одному. Да все закричали, разрешите еще и еще. И вот, вот, забыл, нам, мне кажется, вот дверь распахнул, ветер, форточку, все изменилось. А стихи, которые я написал дорогой, цыганский табор покидал Тобол. Метло и швабра истово крестились. На вокзале, когда вы ехали, метло и швабра истово крестились. Уборку занимались после них. Сегодня я уже это обо не сделал. И при том, мне Бог дает такое, что я проповедовал, а я все больше не проповедую. Никто мне не запрещал. Люди просятся, не проповедую, времени нет. Пишу стихи. Раз, все. Кольше. Больше стихи. Не буду пишать стихи. И не пишу. Вот уже около 10 лет, ни одного. А все время они у меня наплывают, плывут буквально. Я умею вовремя отойти. Передам все, что у меня есть. Имущество. Все подписал. Давным-давно. У меня ничего нет. Я прихожу в гости к вам. Замещание сделано. По всем правилам. В нотариусе может быть сделано. Уже сделано. Сделано. Понятно? И людей не интересует, почему оно не вписывается ни в какие стандарты. И поэтому они дальше не могут. Вот сейчас зима будет. О регистрации лагеря думаю. Этого музея. А будут они? Нет, не будут. Мне прислали уже документы. Пакет документов прислали. Как регистрируют? Мы не вписываемся. Я должен сломать этот стандарт. А куда? Министерство культуры. Это у меня новый образ. На каждом повороте застолбить межу. А если это удастся? Если это удастся, значит, шире все пойдет быстро. Много значило мои занятия в пяти университетах. Люди приходили. И там, понимаешь, еще что? Я ввел в правила. И вот так держалась сеть. К нам запрещено приглашать кого-либо. Такого нигде нету. Переходи к нам, ты веришь их. Переходи к нам. Все к себе зовут. У нас это не положено. И поэтому никогда нигде ни одному человеку я не говорил переходи к нам. Я вам открываю истину. Ну а если я в этот раз все буду узнать, буду ходить к патриархату. К патриархату. Во славу Божию. Такого не бывает, что баптисты, они только к себе, админтисты к себе. У нас это запрещено. А спрашивают, почему? Потому что увидят карикатуру на христиан, быть может. Для нашей же пользы это. Ну есть такое дело. А? Есть такое дело. Вот такое дело. А ты где был там, зарубежники там называют у вас где-то. Разве так будут, говорите, ну мы под патриархием проклятое. Переходите к нам, тут святость. Ну они так говорят, и они не благовествуют. Они прячутся, вот как, они почему-то превратились в старобрядцев. Вот они реально. Они не говорят, ну смысл не может. Они прячутся, тьма, тьма, ой, 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 не надо ни в интернет, никуда. Мы истину держим, мы в истине стоим. Хоть мы уже и друг друга ненавидим, но мы в истине. Да пошел ты на! Это означает, он не матерится, я не сказал, но он именно говорит. А мы говорим, ищи путь ко Христу. Спасение во Христе не в нас. Не деревня спасает, а Христос в крови своей причистой. И так не принято. Поэтому Андрей Курайц сказал, смысл старобрядческой баптизма. У меня, это, вот смотрите, вы говорите, что для бездомных, как, для беспризорных детей. Да. А были у вас беспризорные дети? Да, конечно, были. А сколько примерно? Ну, откуда, я раз-таки считал. Приехал глава администрации, района здесь был, Куфаев. А сколько у вас человек? Понятия не имею. А почему? Да каждый день приезжают, выезжают. Они же не ко мне приехали. Они приехали отдохнуть в эту местность. Ну, примерно сколько? Я говорю, только сейчас узнаем. Он стоит, рында вести там, привезли кислородный баллон. Я в него как бряхнул, как посыпались отовсюду. Тогда много было, девчата уже на выдании, ребята из армии, как выстроились два ряда парня, девушки отдельно, в глине, там они шукатурили только. Он глянул, и это все, он потом расскажет на собраниях, там, партийного комитета. Вот я где был, говорит. Ничего нет у людей. И все своими руками. И все веселые, все здоровые, и ничего в государстве не просят. За 45 лет ни рубля не помогли. А еще идея пришла, что вот взять отзыв у отца и Акима о том, насколько ему хорошо без торговли жить, но с десятиной. Что ему дает десятина, как священнику? Вот такое вот. Десятина дает или не дает, она должна быть. Даже мы вот марину собираем, марину собираем, ты видишь, и от первого дела туда завести. Нет, ну вот он, то есть вживую услышать от человеку, от священника, который практикует по слову Божьему, ну то есть десятина, от десятины живет. Ну да. Пускай он отзыв даст. Что она ему, какая выгода от этого? Или все-таки лучше эту десятину оставить и опять начать торговать, как вы видите? Ну торговля от дьявола. Торговля от дьявола. Потому что превращается в верхних разбойников. А разбойник это, он человек-убийцы, дьявол-то. А разбойник это человек-убийцы. Торговля от дьявола. И Господь никого не убил, только одних этих торгашей. В первую очередь, мы уничтожили дьявол-то. Даже с тарелкой у нас по храму не ходили ни одного дня. Никогда. Ну висит там на нужной церкви. Кто придет, когда положит, никто не следит за этим делом. Что это дает? В первую очередь, это дает ему свободно жить, быть свободным. Но батюшка, конечно, колоста вещек, он и не нуждается в этом. Поэтому топливо для церкви перекрыть, там, ремонт. Едет киписку, где-нибудь, я называю где-то, на монастыри, он где бывает, он везде жертвует. Где-то пожар случился, храм от нас такой поступает, что сразу, допустим, в Томской области у отца Михаила паста там сгорела, это от Ростислава грамота благодарственная. Вот и все. Что это дает? Свобода. Кроме того, приезжает библейское общество, библейское общество у нас, и они говорят, мы у нас выше на первое место как жертвователи. То есть у нас цифры шестизначные. Ну, что это дает? А они все плачут, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они о чем платить, о чем там отоплять, там то другое. Не надо это. У нас никогда этого разговора не было. Никогда. Я могу кое-что приоткрывать, а кое-что просто без разрешения людей не знаю. Люди подходят ко мне и... Ну вот я хочу пожертвовать. Я уговорил. Ну, тот открытый говорит, Булкин Дмитрий Кёнигсберг, Калининград. Странно, сто тысяч прислал. На следующий год мне надо опять ехать. Только я сказал, я уезжаю, наверное, 10 октября буду. Сразу же 200 тысяч поступило. Вот у меня телефон лежит. Я все время записываю. Все. И опять 500 рублей кто-то скинул. Оставалось 100 рублей с чем-то. Сейчас уже 7 тысяч. И по сей день. И это каждый год. Два раза мой телефон освобождает. Я отдаю его кому-то, у кого там нужна какая-то. Они снимают деньги, не возвращают, чтобы можно было позвонить. А я экономлю, никому не звоню. У меня экономия 100%. А как я одену? Просто глянь. Вот вчера пошел, Надежда Васильевна, говорю, локоть продрался, дыра здесь. Я разделся. Она заходи, заходи в комнату. Не надо. Скорее за шею. Мне некогда. Вот она застрочила, а я без рубашки стоял у ней в селе. Стоял, пока она это сделала. Вынес, а я одел. До свидания. Поцеловаться некогда. Опять эту же рубашку. Вот я в субботу стираю, сушу, а сам сижу без рубашки. Она посохла, я надеваю, пошел в церковь. Вот моя жизнь. Осипа может показать это. Притом для меня это просто моя жизнь. Вы меня спрашиваете, я говорю, какая вот сапоги. Вот, надел. Они дырявые. И здесь у меня стилопарные мешочки там надеты. Все. Все сапоги дырявые. Все. Игнатик, я не понял. То есть вы сказали, вот вы отдаете 9 десятин. Ну то есть в месяц вы отдаете десятую часть или несколько десятин? Всю жизнь я отдавал 9 десятин. Вот я заработал, 100 рублей, 90 отдавал. Все время так? Да. Как на пенсию пошел. А тут еще пенсия так, как она на жизнь. То есть 10 процентов у вас остается? А? 10 процентов ваших? Да. Это уже все позади. А то я своим не считаю и награды никакой не ожидаю. Потому что Бог меня кормит и поет. Но он же сказал, что благословение изолью. Хотя бы вы это испытаете меня. Но вы это почувствовали на себе? Я испытываю 9-ти кратное благословение. Поэтому у меня все при избытком. Где бы еще не начинал делать, все с переизбытком. Ну требуется, допустим, достать то, что-то. Я могу назвать, допустим, этой бумаги. Ну сколько? Килограмм. У меня тонна. Тонна. Только однажды, за один раз, я в один лагерь отправил 4,5 тонны. Это все на плечах вынес. И у меня шагами вымирено, когда я иду, сколько я идти, все. Я люблю математику. У меня очень высокие связи с губернатором и так дальше. Солнце, если бы у меня по телефону разговаривал, Остин попал, Алексей Ильич, материалы послал, все мои материалы одобрил. А когда мы с ним разговариваем, доброжелательно с вами? Очень. Ну я, конечно, не говорил, что ты бреешься, Гал, тут у меня два вопроса. А, Андрей, Андрей говорит, Андрей Курек у меня приезжал, Олег Сеняев приезжал. Ну они-то священники, а я никто. Но они во мне нуждались, они, я в них. Дальше-то рассуждаю. Олег Сеняев такую систему, что-то сейчас уже не могу ничего припомнить. Ехал дорогой, показывал, рассказывал. Ну я немножко от штабки, кажется, начал говорить ему, до Барнау доехали, у него ничего не осталось. Он говорит, как же так? И никто мне не говорил. Я говорю, а ты поверешь, что я говорю, так понятно. И ты говорил, в это время неправду? Конечно. Сегодня он может и не припомнить это. Он у меня здесь был, в лагере ночевал. Я говорю, я об Олеге Сеняеве. И весь ответ. А вы считаете Данила Сысоева за миссионера? Был он миссионером? Ну видишь, я его мало как знаю. Для меня он священномученик, святой человек. Но, как он говорит со старообрядцами, это абсолютно неправильно. Дальше, прогулка по храму, это я не приемлю. Наоборот, увезти от храма, чтобы дольше не знали храма. В храм приводить человека, когда он уже уверовал крепко, и сказать, не смотри на внешнее, православие истинно, я ему докажу. А просто войдите, объясняй, где-то, я считаю, это потерять человека. То есть, вот эти, ходят, там, актуал, там, проповедует, что-то, ну, видел, какие там, в Санкт-Петербурге, или где, другие, лев там прыгнул, а перо сыгрывает. Не то, что неправильно, провокационно. У меня подход один, не такой, как у него. Вот он употребляет, там, подробно разбирает, где-то по Корану, 18 днём открытым окном. Я разбираю Коран по сурам и япу, весь, весь, весь Коран разбираю. Такой разборки никто никогда не делал, при том, разборка в сравнении с Библией. Вплоть до одной буквы разбираю. Это имеет образование? У меня нет. У меня запретное слово Аллах я не произношу. Только где-то уж крайне нужно, тогда скажу. Коран никогда не произношу, Мухаммад не произношу. Там. Вот три слова. Я послал проповедовать Евангелие, а не опровергать разные книги, веды и что там есть. Мне Карнеги ничего не даст. Бог даёт. Саентология, то другое. Мне это не надо опровергать. Андрей Кураев опровергает, начинает объяснять, что такое Гарри Поттер подробно так, или Матрица. И меня говорят, а вы могли бы так? Я смотрел. Смотрел, что и никогда не буду это делать. Зачем? Идите и благовествуйте Евангелие про все, все твари. А когда Евангелие говорю, меня спрашивают мусульманин. Мусульманин, я могу говорить, там, ислогисты. А вот, а как вы считаете, мы можем спастись, не признавая Христа за Бога? Я говорю, 4, 12, Деяния апостолов. Иван Григорьев, Иоанна 3, глава 36, стих. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, ты будешь, как демон злой, взрывать, убивать, гексагент под подушкой держать. Вот, вот мой ответ. Я ответил по Евангелию. Ну, а как же так нам говорят, вот там написано, там-то, там-то, хатисы разные. Я ответил, что я ответил. Нет другого имени по небу данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Не то, что там соработники, соучастники, как у них переводится это. Я лучшие переводы Корана знаю. И скажу, что меня Бог не послал. Я считаю, вот Майн Камф, допустим, книги какие, Троцкого, там, считаю, Бухарина, какие материалы где-то, и везде хорошее. Очень хорошее. И я чувствую, и Ленина, у меня 30, там сколько было, 55 томов, кажется, я 2-3 томика брал на работу и засчитал, подчеркиваю, где-то. Коммунисты так не знали. Они вот такие глаза нам не делали. Мы Ленина, целиком, всего, конечно, чтобы разговаривать с врагом, я должен знать, как его оружие. И я вижу, много написано, хорошего много, но все человеческое. Кто хочет исполнять волю, тот узнает, от себя ли я говорю, Господь говорит. Я начал исполнять, я понял, божественно, непревзойденно, неподражаемо. Я начал читать книги, причем изучил буддизм, агни-йоги, там, Данилова, что там пишут, Леонида, Андрея. Мне ничего это не дает. Вот, прочитал, посмотрел, это не надо, это я умру, не спросится, а спросится в другом направлении, мне нужно вот это вот, и я засыл за Библию. 27 сентября, 1962 год, 17.00, у меня произошел переворот. А обращение, я обратился туда. Все, все мои пистолеты, все мои гранаты, все, что я накопил, все уничтожить. Я буду служить для Бога. Все словари, испанский язык, я в этом время изучал испанский, самостоятельно, все бросил. А как вы так Библию знаете? А всталось место. А священники, а мне некогда, некогда, я буду сбросить, не нужно. Каждый день, окапельцы, заказные, покойников, у тебя освободится время. А сел, которого привели ученики, он нужен Господу, а не к днестре, бутылки ваши. Он нужен Господу, когда будете отказать, скажут, что вы делаете? Скажите, он нужен Господу. А Господу негде садить все ящики оселка, загружен всем предрассудками, выдумками, лживыми преданиями. Сбросьте все, дайте Господу место. А кто осел? Я осел. Иоанн Златоус прямо это говорит. Осел, который отработал, лотовейский народ, а осленок, который никто не стил языческий, я тот самый упрямый осленок. По мне-то, как на тех, в патриархии вот с их вот этими наворотами человеческими уже невозможно спастись. Понимаешь? Погибель полная. Окончательные слова даст Бог на суде Божьем. Моя задача сегодня не быть бесплодной маковницей, смаковницей. Вот это все. Я знаю, предательская декларация митрополита Сергия принесла страшнейшую беду, брэш разбила буквально. Люди сидят в тюрьмах, а он от всех отрекается, горения нету. Такого в истории церковной не было. Мученики, исповедники, это слава Божия, слава церкви, а он от всех отрекся. А мы сохраняли церковь. Нам не дано церковь сохранять, и Христос свою невесту сохраняет. Я в церкви нахожусь. Он охраняет меня, он сохраняет меня. Понимаешь? Поэтому я не вписываюсь ни в одну идеологию, ни патриархии, ни зарубежной церкви нигде. Я когда уезжал из Синода, с Жандарм Мельского, в Нью-Йорке был, я сказал, вам хороши те, кто говорит против московской патриархии, а вы такие же, ничем не отличаетесь. Да будьте без детства, вы, может, еще больше наворачивали бы. О, эти слова их тронули. Это вы такой православный, да вы, какой есть. Зачем же меня приглашали? Платили за меня деньги. Понял? Так они на практике это доказали. Я не присутствую при всех их делах, но кое-что знаю. И себе я не присваиваю ничего из того, что Бог дал мне. Это благодать Божия. Я хвалюсь благодатью Божией. Игнатий, а вы знаете, как они с митрополитом Виталием поступили? Знаю, конечно, подробно, как правят пути, или там, и что было. Его над насилием... Я в подробности все знаю. Ужас. Все. Это даже больше, чем, может быть, и другие знают. И кто был за, и кто против. Ну что, все вопросы твои? Ага. По славу Божию. Я пошел на рыбалку, поехал. Спасибо.